Да, будем писаться. Отлично. Поэтому, что, наверное, потихонечку начинаем. Я начну с своей части. Вы знаете, что я все время люблю экспериментировать с всякими разными форматами. В этот раз я решил поэкспериментировать с форматом презентации, шерить не экран, а сделать сзади себя хромак, на котором, собственно, будет вся презентация. Большинство презентаций, как вы помните, это обычно слайд с заголовком, ну, примерно, как здесь, и я остальное говорю текстом. Поэтому, чтобы информация никуда не потерялась, я все это запишу, и, конечно, я потом это выложу, чтобы все могли посмотреть. Но вот формат сейчас будет таким. Если будет шляпа или картинка, будет плохо работать, ну, тогда переведем на обычную презентацию, и там уже разберемся. Итак. Заодно у тебя такой ватермарк стоит, перекрывающий весь незакопираченный контент твой, да? Ну, типа, удобно, да, кстати. Он даже на следующий слайд заходит, да, да. Это классно. Мое лицо никуда уже не выпилишь. Сегодня мы будем говорить про пространство. Я прямо начну со своей части. У меня будет больше про, ну, я уже говорил эту часть, про психологию, наверное, работы. И начнем мы вот с такой штуки. То есть мы сейчас говорим про пространство скорее в коммерческом плане. То есть это пространство, которое относится к нашей деятельности, это ивентовые, музейные, выставочные. То есть в меньшей степени это какая-то архитектурная штука прям, ну, в общем плане. Скорее мы рассказываем про какое-то применимое к нашей сфере деятельности. Такое больше мультимедийно интерактивное. Я начать хотел бы вот с некого погружения. Представьте, что вы попадаете в некую пещеру. Вы спускаетесь туда по камушкам, вокруг такая средненькая темнота. И вы спускаетесь вот в самый низ и оказываетесь в гигантском большом помещении. Это пещера Шонданг. Это самая большая пещера в мире. Она огромного размера. И вот вы там видите вдали, где-то там свет пробивается. Там даже растут деревья. Вокруг вас глаза привыкают к темноте. И вы видите большие своды, которые уходят куда-то далеко ввысь. Вы видите перед собой небольшое озерцо с такой гладью, в которой отражается свет с той стороны. Вы чувствуете прохладу, потому что на улице, несмотря на то, что на улице тепло, здесь пещера на подземле, здесь прохладно. И знаете, такой еще озноб пробегает по коже. Запах такой сырости в целом, так сыровато, прохладно. Вы там спускаетесь по этим камушкам, и слышно прям как гулкое эхо раскатывается по этой пещере. И вы проникаете здесь неким захватывающим ощущением такой природной мощи. В целом, в пещере тихо, и у вас есть... Вот запекли из себя такую некую картинку. Вот мы побывали в некой пещере, мы там остались. Другая картинка. Мы с вами перемещаемся уже на летний лужок. Мы по нему гуляем, попадаем в некий ангар. Мы видим, что есть какой-то там ангар интересный. Хотим зайти, посмотреть, дверь открыта. Заходим и видим такое длинное пространство. Там внутри достаточно жарко, потому что солнышко нагрело его. Мы как прямо в теплице находимся. Свет пробивается красиво через окна. Он рисует геометричный рисунок. Еще и балки его повторяют. Пахнет пылью. Вы когда ногами еще ходите, вы шаркаете по этой пыли, и слышно тоже, как звук разлетается. Но эхо совсем другое, нежели как в пещере. Здесь еще слышно, как на улице птички щебечут, цикады стрекочут. И здесь у вас такое больше накрывает эстетикой. То есть вы смотрите на геометричность конструкции света падающего, и это такое, созданное руками человека. У вас вот еще некий образ, который там запекаемый себе в голове. Здесь нам важна скорее эстетика вот этого пространства, что у вас какие-то эмоции возникают, впечатления об этом, что вы когда-то такое видели. Еще, скорее всего, вы думаете о том, что здесь раньше происходило. Возможно, здесь там это был завод, возможно, коровы содержались. В общем, какие-то простые параллели, ищите какие-то смыслы. А потом мы попадаем с вами вот в некое... Мы идем по джунглям, попадаем к некому храму. У этого храма видно прямо истертые такие плиты, они изъедены ветром, дождем и всем остальным. Деревья такие, разломавшие структуру. Мы считаем, что мы туда попали самыми первыми, поэтому там есть какие-то артефакты остались. И даже само пространство там по-другому работает. То есть мы слышим, как здесь лес наполняет все наше пространство. Это уже не глухое, там нету такого эхо. Здесь оно все проникает. Как бы и звуки каких-то птиц неведомых, и стрекот там насекомых. Мы там, не знаю, видим в этом пространстве там какую-то площадь. И мы такие думаем, ага, скорее всего, это пространство, оно нам говорит, что здесь какие-то мероприятия проводились, что это был храм, наверное. А вот это пространство внутри храма – это какое-то место для хранения чего-то. Там, не знаю, какие-то черепушки лежат, скелет, и вы там пытаетесь воссоздать некую историю, потому что свойство человеческого психики такое, что он пытается все время натянуть на все, как бы, свою же собственную человеческую психологию. Почему это здесь там, не знаю, скелет лежит? Значит, не похоже на могилу, значит, здесь тоже что-то случилось. И так далее. То есть мы постараемся всегда воссоздать некую историю повествования. Вот в этой части нас в храме скорее больше интересует историческая часть, составляющая. И сейчас мы переходим к части, когда мы соединим все вместе. Так получилось, что чем больше чувств и эмоций мы испытываем, тем лучше мы проникаемся и понимаем, где мы находимся. То есть если нам говорит само пространство, что, не знаю, здесь темно, здесь, скорее всего, прохладно, и мы чувствуем кожу этой прохладой. Если там здесь светло-жаркие птички поют, то как бы вот мы чувствуем этих птичек и видим визуально, и чувствуем их, не знаю, запах, слышим их ушами. И то есть чем больше чувств мы задействуем для того, чтобы погрузить человека в какой-то сеттинг, тем более натуральным он будет для него. Если мы говорим про коммерческие мероприятия, то, что мы создаем, у нас есть некая обычная задача погрузить людей в некую другую среду, воссоздать в каком-то зале, в ангаре, другое пространство. И вот чем больше мы туда принесем чувств, именно вот на органы сезания, чем больше они нам будут сообщать информацию об этом пространстве, не как зала для конференции, а как как в каком-то там, не знаю, неведомом волшебном лесу, тем лучше. И тем больше, в площади либеративный человек будет погружаться в это пространство. То есть чем больше эмоций, чем больше чувств мы задействуем, чем более эмоциональнее мы погружим человека, тем лучше. У человека в целом есть несколько степеней, как он получает информацию и как она происходит. То есть, например, для глаза есть оптика, картинка переворачивается, отражаются хорсталики. Есть физиология, то, как мы в данный момент времени понимаем, как это выглядит картинка. Есть химия, есть психология. И на каждом вот этом уровне восприятия мозг дает сбои, который сам же и корректирует, и соединяя всю эту картинку воедино. Эту штуку я еще к ней вернусь, когда мы будем говорить про глаза скорее, про визуальное представление. Это важно. Мы как раз в моей части будем говорить о том, как мы обманываем мозг. То есть, какие данные ему нужно дать, чтобы он им и перегрузился. По поводу попадания в какие-то любые пространства, в создании истории. Обычно мы во всех мероприятиях создаем некую историю, которая рассказывает нам о продукте или о бренде. Зачем? Потому что люди лучше всего воспринимают историю, потому что они, это же, для себя с героем, и какие-либо данные нам проще воспринять не как там, не знаю, у этой машины столько лошадиных сил, а когда мы рассказываем, что эта машина там, что-то с ней произошло, там герой на ней поехал до какой-то точки и смог там обогнать поезд, предположим. Во всей этой истории, почему, собственно, истории? Потому что история — это древнейший способ передачи информации. У меня здесь недаром картинка из мультика «Моана». Здесь просто как пример мореплаватели полинезийские, которые, собственно, передавали информацию о созвездиях. И они не рассказывали детям, там, третья звезда справа — это то, а вот сюда вот пятая звезда слева — это вот это. Они рассказывали им истории, сказки. И так гораздо проще было передавать информацию и запоминать ее. Там у них есть путь следования солнца черным сияющим путем. Это некая дуга, которая описывает солнце в летней и зимней солнцестоянии. И они там тоже про них, типа, рассказывают истории, по ним они навигируются и ориентируются. И в целом вот процесс передачи информации через историю отпечатывал свой человек в мозгу как наиболее естественный. И опять же, фокус в том, что это психология, и человек, сопереживая кому-либо, лучше погружается. Ну, и фактически мы, наш ритейлинг, именно коммерческий, засовывал информацию про бренд, товар, или про ту вещь, по которой мы хотели бы рассказать. Даже художественная выставка может быть с какой-то историей и содержанием. К этой штуке тоже еще вернусь. В целом мы всегда пытаемся найти какую-то психологическую связь человека с этим брендом и происходящим. Здесь сделаю маленькую ремарку, прежде чем начну про другие вещи говорить. Хочу сказать немножко про вход. Вход в любое пространство, вот есть у нас, не знаю, некая входная группа. Так случилось, что большинство, во всем случае, сказок, истории, мифов и прочих строены по принципу мономифам. Когда у нас есть некие путешествия героя, там все одинаково строятся, там есть некий этап, когда человек попадает из обычного своего мира в какой-то волшебный, из своего сознания в подсознание. Жили хоббиты у себя там вшире, бабах, они пошли как бы в открытый мир, это их переход в новое непонятное состояние. И обычно вход на мероприятие, где нам нужно погрузить куда-то человека, он является важной точкой, которая отделяет мир вот за пределами его, где человек, там, не знаю, успешный банкир, суперзайдай и так далее, от мира волшебного, который находится за пределами, за этим входом. Поэтому вход очень важно сделать каким-то ярко выраженным, чтобы человек понял, что он пересек границу, где он оставил за собой, за плечами вот какое-то свое прошлое состояние и попал в новый, в некий волшебный мир, в который мы сейчас будем что-то рассказывать. Сейчас немножко вот пройдемся по тому, как мы со всем этим работаем. Начнем со зрения, потому что на самом деле человек получает 90% информации через глаза, ровно потому, что зрение развивалось, чтобы лучше охотиться. Мы же как хищники, у нас глаза находятся вот прям, чтобы мы смотрели вперед, и мы поэтому лучше всего наблюдаем глазами. Из-за устройства глаз, опять же, вот я рассказывал, что есть несколько степеней и оптиков, и химии, и физиологии и прочее. Человеческий мозг собирает очень много информации с глазом. Например, он оптимизирует сферические аберрации, хроматические аберрации, эффект слепого пятна мы не видим, мозг делает вам цветокоррекцию, делает, формирует там стереокопическое изображение, то есть вы видите объем и понимаете, как он работает. И все это обрабатывается на подсознании. Но когда мы подсознание перегружаем или, наоборот, даем ему очень мало информации, то оно, возникают новые сбои, и мозг их обрабатывает по-другому. И обычно возникают оптические иллюзии. Именно про то, какие оптические иллюзии как бы сделать, ну, как они используются, мы сейчас там поговорим. Я вот как раз эту штуку хотел показать наш, один из самых последних проектов Авоката ТОСТа это проект для Третьяковской галереи, где прямо декорациями было создано пространство, в котором можно было прямо походить. Там в самом входе был, собственно, камень, который, говоришь, налево пойдешь, коня потеряешь прямо, пойдешь, там погибнешь. Этот камень был точкой навигации, это была как раз рама входа и отсечения. Что один из вариантов, как можно погрузить человека в некое пространство и дать ему в игру, он просто сделал декорации. Когда у нас есть достаточно места, это мы там, вот здесь было в данном случае самое классное, мне кажется, зону это с лесом, потому что были выстроены прямо существующие деревья, сделаны зеркала вокруг, там была огромная туша медведя, и мы прям понимаем, что мы в лесу, потому что мы фактически видим деревья, они нас окружают, в зеркалах отражаются, и мы там видим достаточно широкий образ вокруг. Здесь, к нему, прямо декорации существенные объемности оттягивают. как можно сделать так, если у нас недостаточно места, но хочется как бы расширить пространство. Собственно, мы имитируем некие бесконечные пространства. Часто это используется в проектах, где какими-либо средствами, мы сейчас тоже про них немножко поговорим, можно сымитировать пространство. Самое, конечно, простое — это зеркала, некие источники освещения, которые отражаются в них, показывают нам пространство. Людям в целом приятно находиться в пространствах в пропорциях с ними находящихся, ну, там, не особо гигантские, не особо маленькие. Либо, когда это происходит намеренно, то есть, например, бренд говорит о том, что он такой, не знаю, классный, мощный и большой, поэтому нужно огромное пространство, чтобы человека как-то вдохновить или, наоборот, показать, что он не такой большой, а типа мы такие большие и классные, то обычно выходит в некий гигантизм. И приятно, когда этот эффект достигается какими-то простыми средствами из того, чтобы ориентировать огромный ангар, и к тому важно сделать это более простыми средствами. Есть, ну, вот сейчас пример из проекта, где еще Катя участвовала, WCIT, где изначально была некая большая арена, и у нас был гигантский летэкран, под которым были большие платформы, они должны были кататься под ним, и здесь прям был просто реально очень большой масштаб. И от этого суперкруто выглядел, и всем хотелось именно такой проект и получить. Есть несколько способов, как можно сымитировать какие-то большие объемы и пространства. Сейчас я попробую поширить экран. Могу я сделать whiteboard? Да. Один из простых примеров, который я обычно показываю всем на лекции, так, сейчас мы вот эту штучку подвинем, это мы, ну, вот у нас некое пространство, здесь у нас сидят люди, вот они здесь наблюдают, там, экран, вот здесь у нас экран находится. Чтобы показать, что это пространство большое, мы можем намеренно ограничить его сверху потолком, точнее, не пространство, экран. И когда у людей, они вот так видят край экрана, тогда они воспринимают его как край экрана, и я вот вижу. А если мы сдвинем экран чуть-чуть повыше вот этой вот перегородочки, человек не видит этого края, у него создается ощущение, что экран гораздо больше и уходит вообще в бесконечность. Что же можно самое сделать слева и справа? И это все уходит именно в такое, ну, в пространство. Краткий, типа, кусочек про цветовое восприятие, потому что как с этим работать, то есть понятно, что мы чаще всего имитируем пространство какие-то понятные, известные, есть момент, когда мы показываем пространство, которым никогда никто не был. Есть пример работы Джеймса Тарелла, или Тарелла, который работает с пространством и светом. У него это не иллюзии, они просто очень необычно ты воспринимаешь это пространство. Еще, помимо этого, есть цветовое восприятие, что, например, заливая все пространство желтым цветом, вы выключаете у человека просто цветовое восприятие. То есть он видит все как дальтоник. То есть вы любые цвета, которые привносите в это пространство, они залиты желтым цветом, они будут просто не восприниматься человеком, никакими. То есть важно еще работать с цветом и то, как он воздействует на человека. Понятно, что есть там еще всякие города, что красный вызывает аппетит и так далее. С этим мы тоже часто работаем. Про визуальный ритм я прям не буду сейчас касаться, потому что у Дани есть кусочек прям визуальной картинки. Здесь есть несколько ссылок, я потом презентацию пошерю, вы сможете посмотреть, если хочется. Хочу коснуться темы обмана, которая мне прям очень нравится, я тоже все время про нее рассказываю. Это иллюзии перспективы, которые используют, собственно, Дисней в своих парках. Когда у них на нижнем ряду, где вы находитесь непосредственно рядом с вами, высота здания нормальная, а чем выше оно от вас, чем дальше находится объект, тем его намеренно уменьшают, то есть задавая иллюзию того, что он очень далеко и очень большой, ой, очень маленький. Из того, что это хорошо иллюстрирует, это вот замок, типа, спящая красавица, который вот там вдалеке, на горе, но на самом деле он сильно преуменьшен, чтобы казаться большим и очень далеким. И вот классический пример, когда вот там мужчина делает на нем ремонтную работу, и видно, что это замок, вот рост там, человек всего в два раза. Это то, как мы стараемся обманывать зрение, когда мы работаем с неким пространством. Обычно мы стараемся его расширить. По поводу того, как работать со звуком. У нас, собственно, дуальная условность системы работы. Наш слух и наше зрение, они позволяют нам оценивать объем пространства и расстояние до объектов. А все остальные органы чувств, там, обоняние, сезание, они уже работают только, когда это очень близко к человеку находится. Обоняние, потому что у нас не очень хорошо развито. А вот слух, да. И по слуху вы можете ориентироваться в пространстве, понимая его размер по звуку и понимая, как оно работает, ну, как бы, с вами внутри него. Поэтому, когда мы, собственно, делаем любое мероприятие, у нас всегда есть, понятно, звук, который наполняет его, какая-то музыка там общая. Но когда уже запускается именно какая-то шоу-часть или нам нужно делать постоянное погружение на каком-то спектакле, мы меняем фоновую озвучку и очень сильно меняется восприятие. Например, вы можете прийти на классическую выставку, где просто белый зал с картинами по стенам, но если там звучит звук какого-то леса, вы, скорее всего, начнете со временем воспринимать эту картинку чуть по-другому. Здесь же, как бы, коснусь темы направленного звучания, которая часто используется именно точечно в музеях, в ивентах не так часто, когда мы просто в одной конкретной точке слышим звук. Если мы сделаем шаг налево, шаг направо, звук просто пропадает, мы не слышим. Эту штуку удобно использовать, когда вам нужно акцентировать внимание на каком-то конкретном предмете. Подошел человек, рассказали ему. Либо нам нужно что-то там разделить людей по звуковым, по языковым параметрам. Здесь у нас там, не знаю, русская группа, здесь французская, здесь немецкая. Они стоят в разные точки, просто слушают одновременно одну и ту же информацию в разных точках. Обратно, например, работать со звуком, когда мы выключаем восприятие. То есть зачастую человек, находясь в современном обществе, мы никогда не находимся в тишине. И попадая в это пространство, мы очень чутко начинаем на него реагировать. Потому что для вас это очень непривычно, когда у вас просто абсолютно вакуумная тишина. И это приятное ощущение, на самом деле, если долго, конечно, в нем не находиться, но минут 10-15 походить, очень классно. Да, здесь я тоже сейчас не буду сильно расползаться, потому что время у нас потихонечку идет. Немножко хочу сказать просто про обоняние. Оно не так часто используется, но используется. У человека... Вот вкус и обоняние я просто, наверное, слепил в одну штуку. Обоняние вообще, кстати... Ну вот у нас даже... Обоняние у нас две ноздри и две луковицы, которые воспринимают запах. И на самом деле человек может ориентироваться по запаху, но для этого он не может понюхать и угадать, на каком расстоянии от него предмет. Ему нужно вращать головой, чтобы понять просто с какой стороны идет запах. А, например, для вкуса это монорецептор, условно, потому что вкуса нету с пространственным ощущением. Запах все-таки дает немножко вот этого объема. И очень классно, когда у нас, не знаю, мы попадаем вот в лес, например, с Теретиковки, вот там классно было бы использовать запах именно лесной какой-то. Мы бы прониклись чувством еще больше. А в зале, например, с волнами там поставить именно какой-то ионизатор, который бы создавал такой морской бриз. Не часто используется, но используется. И опять же, вы знаете, что вкус состоит на 80% из запаха, поэтому, когда есть какие-то фуршетные части, это тоже можно пользоваться. Только в хорошем ключе, конечно. Есть тактильное восприятие. Тактильное восприятие, имею в виду не только то, что люди могут руками потрогать, схватиться там за столешницу и какие-то штуки. Это в целом творче, как человек взаимодействует с поверхностью и с тем, что находится вокруг давления и все остальные. Классический пример, который я тоже обычно привожу, это температура. Когда мы делали одно мероприятие, нам нужно было воссоздать тему севера. И мы придумали, что мы прямо в баре построим холодную комнату, там будет достаточно холодно, и людям будет выдавать курточки, и они будут прямо проникаться этим северным духом, там насыпем везде снега и льда. И это как бы один из вариантов. Человек, который приходит в пространство, в любое, он взаимодействует с одним предметом в точности 100%. Это с полом. Потому что мы по нему ходим. Пол нам дает очень много информации. Классическим варианте, чтобы люди поверили, ну, когда мы выстроим какие-то экспириенсы, мы меняем пол. Вот на следующем примере, это там будет Lexus, мы в, собственно, в неком площадке мы поменяли пол, насыпав туда, вокруг камушков и положив каменные плитки. Причем камень был настоящий. Это дает человеку ощущение, что вот поверхность, по которой он ходит, она немножко другую текстуру имеет. И подсознательно это тоже еще лучше погружает человека в пространство. И говорит нам тоже об этой истории, как бы дополнительные штуки. Эту штуку очень часто используют в аттракционах, в парках развлечений, потому что люди там трогают пол и трогают поручни. И поручни и пол там выполнены прямо из тех материалов, которые к этому там аттракциону относятся. У Хоббитов все деревянное, у Старворсов все как бы металлическое, такой с грубой текстурой краски и так далее. История в пространстве. Здесь я хотел рассказать про кейс, но что-то я уже очень долго рассказывал. Давайте я очень кратко про него расскажу. Видео тогда показывать не буду. Видео скину потом отдельно. Сейчас я так скроюсь. Вот так вот. И, кстати, с нами автор проекта Илья Балакин. О, Ильюха. Да-да-да, тоже где-то в чате как там есть. Собственно, Илья, как автор этого проекта, он может лучше про эту часть рассказать. Но раз я уж подготовился, я сейчас бахну. Здесь, если очень кратко сократить историю, то здесь это пространство презентации тачки Lexus про то, как она создавалась. Что это было объединение технологий и природности. И, собственно, мы сначала попадаем в природную часть. Вот здесь мы проходим через лес бамбука, который состоит из бамбучин, прям физических, вот этого насыпанного на пол гальки камней. Чем дальше мы продвигаемся в этот лес, тем больше он становится технологичным, и мы попадаем в зону, где уже презентуются именно технологические решения. То есть это некий путь природности и поиска леса, собственно, людей к поиску, поиску и дизайнерских решений, и технических решений. И потом мы вываливаемся в пространство, оно более широкое. То есть здесь у нас узенькая тропиночка, здесь уже более широкое пространство, где мы можем походить, взаимодействовать. А потом мы попадаем в комнату, которая имитирует у нас автомобиль. Мы там садимся прямо в кресло настоящее, как автомобиль. Оно по пропорциям тоже немножко сжато, и оно нам показывает именно всю историю, как будто мы сидим в автомобиле. На этом экране мы прям видим этот автомобиль, и мы его видим. Потом, когда дверь открывается, мы попадаем в это пространство. Здесь сама история, сама навигация, сама диктует вот тому пути, как мы должны будем про него пройти, и то, что мы должны почувствовать. И это все как бы поддерживается. Классный вариант, когда мы можем изменить пространство. То есть у нас есть некая константа в начале, а потом вместе с повествованием само пространство, сам сетап меняется. Где-то раскрывают экраны, куда-то выдвигаются, куда-то выдвигаются дальше. Все то же самое относится к виртуальному пространству, о чем мы, кстати, скоро, видимо, будем говорить больше. Когда нам нужно сымитировать что-то в VR, или просто в виртуальном пространстве, работать с теми же самые принципы. Здесь еще мы можем поиграться именно с футуристичными вещами. Здесь я, наверное, вкратце просто коснусь проектов, где у нас главный зритель находится не в зале, а где-то в виртуальном пространстве, собственно, презентация Samsung одного из, где главная точка наблюдения — это с камеры. И мы видим картинку, когда она складывается только для тех, кто находится в вебе. И вот VR. В VR мы используем те же самые принципы. Единственное, что у нас проблема, что мы не можем тактильно взаимодействовать на человека, но мы можем получить от него какие-то команды через контроллеры. У контроллера сейчас максимум есть вибрации, но я надеюсь, что мы к этому тоже придем. Принцип работает все то же самое. Здесь я хотел бы еще коснуться темы аудио дополнительно, потому что суперклассно, если в VR где-либо используются микрофоны, которые записывают звук в 8D. Когда мы слышим звук по кругу вокруг нас, мы условно приближаемся к одному объекту, мы слышим, как он стал громче, переходим к другому, он стал там еще громче. Это лучше относится, это больше работает, конечно, с игровыми движками, с игровыми механиками, или с какими-то роликами, но все равно это работает. Есть вот специальные бинерроральные микрофоны, которые пишут звук в точности, как его слышит человек. У них даже сам микрофон задекорирован специальными накладками в виде ушных раковин, чтобы полностью совпадало с тем, как это работает у нормального настоящего человека. Это как бы вводный вброс некий про то, как, про общие механики, подходы, как мы действуем на эмоции, чувства людей, чтобы как-то их погрузить в нашу историю, чтобы их двинуть немножко дальше. Дальше Даня расскажет про какие-то конкретные вещи. Я думаю, что, может быть, в каких-то следующих лекциях мы будем рассказывать про уже конкретные примеры реализации и будем их показывать. Вот, поэтому на этой части я по чуть-чуть умолкаю, передаю слово Дане. Здорово, Вадим, спасибо. Ты как раз коснулся темы с точки зрения мультисенсорного опыта, да, какого-то? Да. Я сейчас, наверное, поговорю больше про построение пространства с визуальной, с точки зрения. Многие правила, концепции, многие из нас уже слышали, знают и применяют, но очень часто бывает такое, что мы делаем вещи интуитивно и только потом понимаем, что они получились красивы или нет. Но очень здорово понимать, какие правила все-таки стоят за нашей интуицией, за нашей насмотренностью, почему нам одни вещи сразу нравятся, вторые не очень. Да, для этого есть причины, какой-то свод, скорее, архитектурных даже знаний, но которые используются и в построении сред для ивентов, да и не только. На самом деле, даже если вы занимаетесь просто контентом, все те же самые правила применимы. В контенте тоже мы строим миры, строим пространство, поэтому все по сути то же самое. Сейчас зашарю экран. Вадим, скажи, мне нажимать на кнопку рекорд? Или нет? Нет, я рекордю все и тебя запишу в том числе. Так, окей. Моя часть не будет такой поэтичной, поэтому я вам предложу погрузиться сразу в белое ничто и попробовать начать обсуждать, что такое пространство в его базовом виде, когда в нем нет формы. То есть, да, по сути у нас что-то есть, но его невозможно измерить, у него нет никаких характеристик, никаких свойств, по сути, да. Потрогать его никак не выйдет. Но постепенно его можно начать заполнять. Кстати, где-то у меня тут классная розовая указка. К примеру, назначим какой-то ground plane, отделим себе, выделим себе какую-то площадь, с которой мы в будущем собираемся работать. И начав добавлять в нее первые какие-то пространственные блоки, именно форму, в пространство добавили форму, у нас начинает появляться какая-то среда, какая-то обособленная среда, про которую уже можно что-то сказать. Если внутрь этой среды поставить человека, он сможет себя в ней как-то ощущать, он сможет ее охарактеризовать. То есть, по крайней мере, высоту стен уже сможет понять даже относительно себя общий размер, цвет стен, белая комната, белая скучная комната, например, какая-то, ничего интересного. Если продолжим добавлять такие же простые элементы формы, как стены, и мы можем далее делить пространство на более мелкие уровни. То есть, из одного, добавить два элемента, у нас получилось четыре среды. И тут уже появляются интересные свойства у каждой из них. К примеру, самое первое, среда открывает, открывает проход к трем другим. То есть, если речь идет о каком-то ивенте, наверное, будет иметь смысл сделать это зоной ресепшена, или то, о чем Вадим говорил ранее, сделать какой-то входной портал, возможно, даже здесь, и дальше разделять людские потоки между средами. Возможно, тут стоит проделать двери, чтобы они переходили из одной во вторую, в третью. Интересное наблюдение насчет пространства, которым стоит пользоваться при разработке сред. Не всегда, но довольно часто. И о чем это я? А, наверное, о том, что пространство одно пространство имеет несколько подуровней, несколько измерений под собой. Ну вот, рассмотрим пример с обычной комнатой, с кухней и гостиной, то есть, такая квартира-студия, да, предположим. На первом уровне, да, мы видим комнату, на втором уровне мы видим одну из зон, да, это зона гостиной, это тоже отдельное пространство. Смотрим немножко глубже. Отдельной зоной пространства можно считать то, что попадает в поле зрения человека. То есть, это тоже более-менее какая-то интимная среда. Ну и самое, самое низкоуровневое пространство, в которое мы сейчас уходим, это точка фокуса, взгляда человека. То есть, в данном случае это книга либо газета. Если речь идет об ивенте, то, предположим, наш гость держит в руках iPad, считывает с него какую-то информацию. Здесь его точка фокуса, здесь самое важное, что для него происходит сейчас. Но почему я говорю, что важно учитывать многоуровневость? очень здорово разрабатывать такие среды, в которых человека, который считывает вот эту важную для нас информацию, которую мы подаем здесь, чтобы она не отвлекала, чтобы пространство вокруг не отвлекало человека от собственно от этой главной информации. Поэтому проверяем наше пространство всегда на многоуровневость. Второе. Размеры пропорции, соразмерность пространства. Иногда можно сделать клаустрофобное пространство, иногда это происходит случайно, иногда у нас просто такие вводные данные, что мы не можем с этим особо ничего поделать. Тогда мы пытаемся всячески исхитриться, добавить зеркал, что еще. Но пока не могу ничего придумать, если у вас есть какие-то мысли, пишите в чат. Мне кроме зеркал ничего в голову не приходит. Но иногда мы специально добиваемся эффекта клаустрофобного пространства. К примеру, если мы делаем escape комнаты или в русских ивент средах это называется квеструмы, если мы хотим добиться выброса адреналина какого-то дополнительного нашего гостя, мы его запускаем в такую среду, из которой он должен выбраться за 60 секунд и разобрать бомбу. Вот еще один интересный пример клаустрофобного пространства, хотя вроде бы тут уже все нормально. Размер комнаты стандартный, практически моя спальня, 4х4 метра, но из-за нестандартной высоты потолков, в данном случае 5-метровые потолки, наш гость, наш зритель будет чувствовать себя внутри колодца. Святослав, спасибо за песенку. Вообще обратная связь, это всегда очень здорово. Вот, так что да, обычная комната, но очень высокие потолки, мы чувствуем себя немножко в колодце. вот из последнего, не знаю, смотрели вы фильм Гретель и Хансель, это фильм ужасов вышел в 20-м году, очень высокохудожественный, очень здоровский, там есть подвал, в котором использована один в один эта формула, которая очень сильно нагнетает атмосферу, если еще не успели посмотреть, посмотрите, с визуальной как минимум, точки зрения фильм просто потрясающий, сет, сет, дизайн там очень кайфовый. Да, вот пример подобных использования подобной техники в театре, я не знаю, случайно это или нет, но это постановка Гансель и Гретель в Метрополитен опера, или вот к примеру, такие высокие двери, понятно, что за ними тоже происходит что-то ну, это что-то несоразмерное и воспринимается уже как что-то болезненное, что-то такое не совсем понятное. Вадим вкратце коснулся этой темы, пример пространства, которое делает наблюдателя незначительным, такой трюк используется в классической религиозной архитектуре, очень часто используется в брутализме в советском, чтобы мы почувствовали себя ничтожными и благоговели либо перед Богом, либо перед председателем КПСС. Что помогает таким пространствам быть таковыми, так это вертикали, вертикали и повторяемость форм. Колонны, расположенные в глубину, дают нам эффект большого пространства и лучше помогают считывать размеры. Вот пример из последних игр, это игра Control, игрушка получила уже кучу всяких классных премий за Art Direction, большие формы нависающие. Вот кстати, я не уверен, что это самые правильные примеры, они бы немножко подошли дальше, поэтому можете меня сейчас просто проигнорировать. Пример несоразмерного пространства. Про что хочется сказать, что пространство, как и до этого уже успел сказать Вадим, хотя мы с ним не сговаривались, пространство должно быть соразмерно своей функции. Размер гостиной должен быть пять на пять с потолками три метра и это будет очень здорово, мы к этому привыкли. Если нашу гостиную поместить, к примеру, в лофт, поместить в какой-то вэрхаус, то нам будет некомфортно, мы будем чувствовать себя какими-то ничтожными букашками. Соответственно, такое же тоже можно применить и для ивентов. Если мы хотим как раз-таки это ощущение в гостях породить, то можно этим правилом воспользоваться. В такой среде не комфортно жить, но находиться временно в ней довольно интересно и комфортно. Здесь можно понаделать классных, очень модных селфи, где среда неограничен твоими стенами квартиры или дома, в зависимости от того, где вы живете. Ну вот, к примеру, вариант несоразмерного пространства. Опять же, это театральный сет, маленькие люди, очень большая комната с огромными потолками, и это выглядит немножко болезненно, так скажем. То есть, такое ощущение, что это уже не комедия, это что-то явно не очень здоровое. Ну или справа примеры из музыкального видео. У них тут вэрхаус, гостиная в центре. Ну, как сеттинг, как бэкграунд для подобных вещей. Пример нормального соразмерного пространства это галерея. Если возьмем за пример стандартную высоту галерейной стены, картины повесим чуть ниже уровня глаза, чтобы человеку было удобно рассматривать картину, ну вот в данном случае есть какие-то нормативы стандарта, по-моему, это от метра сорока до метра шестидесяти должен располагаться центр картины. и вот тут что интересно, что даже если мы вот эту галерейную стену поместим теперь в какой-то заводскую окружающую среду, что нынче довольно модно, многие заводы, фабрики превращают в арт-пространство, так вот, если эту стену поместить туда и сделать локальный свет на стене и на картинах, человек редко будет заглядывать дальше выше этой стены и эта среда не будет ему казаться чем-то инородным, он будет чувствовать себя комфортно в своем мини-пространстве, а это уже то, о чем мы с вами говорили выше, про многоуровневость, то есть можно ему создать такой мини-уютный мирочек, в котором ему будет приятно комфортно находиться, ничто не будет отвлекать от созерцания картины. Ну, сейчас была совсем абстракция, сейчас поговорим про наши практические вообще инструменты, но немножко о цели, что мы пытаемся делать с редами, наверное, пробудить эмоции, мы не можем в человека запихать какие-то эмоции, мы можем пробудить в нем его собственные эмоции, при этом они могут быть разные, все зависит от человека, нельзя сказать, что у всех будет одна и та же эмоция, все зависит от социального слоя, от воспитания человека, даже от стороны провоживания, мы знаем, что цвета в разных культурах воспринимаются по-разному, так вот, цель пробудить эмоции, ну или хотя бы донести информацию, если речь идет о каком-то таком очень заштампованном корпоративном ивенте, привет, Сбербанк, хотя бы не пробуждая негативных эмоций, что мы для этого делаем, мы с вами выстраиваем иерархию в пространстве, следим, чтобы в пространстве соблюдался баланс, или специально разбалансируем пространство, и смотрим, чтобы наша среда была целостной, или опять же специально нарушаем правила целостности, чтобы спровоцировать то, что нам нужно, и далее, какими инструментами мы добиваемся вот этих трех пунктов, и включаются уже правила вообще универсальные для всего дизайна, принцип Крэп, контраст, ритм, выравнивание и группировка объектов. Сейчас немножко поподробнее обо всем об этом проговорим. Итак, мы выстраиваем иерархию и баланс. Это вот, как я тут пишу, два столпа в разработке пространства. Вадим, красивый бэкграунд, не меняй. Итак, первая иерархия. Часто в наших средах присутствует доминанта, то есть какой-то стержень. Сейчас, секунду, я выключу телеграмм, что-то у меня тут заспамили. Ладно, может перестанут. Доминанта, какой-то центральный объект. Можно сказать, что Эйфелева башня это доминанта из Елисейских полей в Париже. В наших ивентах часто доминанта это автомобиль, либо какая-то скульптура, которую еще называют центрпиз, центральный элемент. Это то, что притягивает взгляд пользователя. Часто это очень инстаграммабл объект. Или вот пример пространства, где доминанта отсутствует, где заскатрена куча объектов, оно считывается хуже. Вот на такое нам смотреть понятней. Такие среды считываются хуже, но тоже имеют право на существование в зависимости от ваших целей. Сейчас мы рассмотрим дальше в каких именно случаях. Вот пример пространства с ярко выраженной доминантой. Это купольная проекция. а в центре такая металлизированная ткань. Хватит. Или вот пример пространства с двумя доминантами. Это студия Эсмеральда Девлин. Мне кажется, для фотографии конечно они показывают два включенных куба, но я не знаю, как мне показывает практика. вот мне бы интересно еще послушать мнение Кати Резвовой, но по-моему следить за двумя одинаковыми объектами одновременно очень трудно. Поэтому мне кажется на концерт сняли внимание от одного куба на второй, ну и как минимум делали перевесы из одной стороны в другую с помощью контента. пример пространства с выраженной доминантой в виде автомобиля, остальные зоны расположены по лучевой симметрии, такое всегда работает, но это немножко скучно, такое заштампованное пространство, но возможно для Bentley, для такой марки консервативной это самое то. или пример пространственной инсталляции группы MTVJ, которые к сожалению уже распались много лет назад, но до сих пор оставили какой-то свой довольно большой след в визуальной культуре. Вообще как мне кажется пространство без определенной доминанты, как вот это, как здесь, они очень классно работают как иммерсивные. я считаю, что в центре такого пространства, когда ты в него попадаешь, не видя доминанты вовне, ты начинаешь смотреть вглубь себя. Не знаю, что вы скажете по этой идее, но вот очень многие среды без доминанта по-моему отличные краски иммерсивные пространства. Вот еще один пример подобной среды. или здесь, когда ты заходишь в центр, зеркала направлены таким образом, что ты смотришь куда бы ты ни посмотрел, ты будешь видеть сам себя. Так, секунду, все-таки отключу телеграмму. Но его не видно и не слышно, если что. Да, вот мне мешает. Все, сделаем. Так, немножко поговорили про иерархию, теперь поговорим про баланс, что возможно куда более интереснее. Все мы знаем, что двухсторонняя симметрия в объектах говорит о какой-то стабильности, формализме, большинство госучреждений используют эту формулу и не только госучреждения, опять же религиозные учреждения. То есть тут не нужно приводить какие-то примеры, референсы. Я хочу вам показать пример использования этой формулы немножко в каком-то обратном ключе. Это сцена из фильма клетка Тарси Массинха. Отличная, очень художественное кино и у меня есть даже для вас небольшой отрывочек. Звука нет, да? Жаль. Не ладно. Там на пришеринге экрана нажимать кнопочку, чтобы был звук. да, это действие происходит в подсознании маньяка, и это собственно главенствующая личность в мозге этого маньяка, и он спускается со своего трона пьедестала. И вот тут на двухсторонней симметрии тоже говорит все то же самое, что нам говорят все вот эти здания госучреждений. Какая-то стабильность, монолитность, но еще и неизбежность. Какая-то мощь, машина, неотвратимая страшная сила. Пример другого баланса, но который под собой несет практически все те же самые свойства. Пример лучевой симметрии, где центр равно удален от всех точек. Все с такой композицией понятно, все хорошо, но все достаточно скучно. Но добавить динамику в такую композицию достаточно просто. К примеру, есть куча разных вариантов, но самый простой попробуем немножко сместить центр. Центр тяжести сместился на одну треть в любую сторону и появилось направление движения. Если представить это каким-то автомобилем, то возможно он движется в эту сторону. Если представить это какой-то каплей, то у нее уже появилось направление в другую сторону. Такие принципы можно использовать в средах для того, чтобы наш общий план ивента как-то не уравновешивать, а наоборот разравновешивать, чтобы появилась какая-то нелинейность. Вот таким образом этот кадр стал виден сбоку. И я не знаю, как это получилось, чудом, но наш нейтральный объект вписался в одну треть, которая тоже здорово работает в плане динамики. Все мы знаем, что правило третей отличное композиционное правило, которое используется в фотографии, в контенте, в CG. Но вот если сдвинуть еще дальше, то получается есть такое ощущение внутреннее какое-то, что мы тут немножко переборщили с динамикой и предположим этот цилиндр был бы выше, немножко уходил за край кадра, а композиция перестала бы выглядеть равновешенной. Начнет постепенно казаться, что она заваливается куда-то в сторону. Пример наглядный очень. Давайте представим себе, что мы человек находимся под металлическим навесом, это какой-то козырек от солнца и представим, что инженерно конструктив сделан так, что этот козырек конечно на вас не упадет или на человека, на которого вы смотрите и переживаете за его судьбу. Нет, этот козырек не падает, он твердо где-то тут укреплен, все нормально, но все равно подсознательно возникает какое-то ощущение страха, что что-то не то с этой композицией. И тут, мне кажется, работают наши какие-то животные, древние инстинкты, которые связывают нас с гравитацией. Вот эта штука немножко нарушает правила гравитации, из-за этого нам может быть некомфортно находиться под ней или рядом с ней. Если попробовать сбалансировать какими-то контрформами на вес, композиция визуально становится уравновешенной. То есть здесь в правой трети появляется больше массы, масса ближе к земле, вверх устремляется вверх и влево. Все стандартная композиция. Если говорить про гравитацию, мне кажется, что через какое-то время, если уже когда появятся какие-то гравитационные двигатели и пройдет наверное лет 300, может 500, возможно человек начнет как-то иначе воспринимать такие композиции и будет уже меньше переживать по их поводу. По поводу баланса, даже отъявленные какие-то архитектурные экспериментаторы вроде Франко Джерри все равно используют, все равно работают с динамикой в балансе. Не слишком заваливают объект, не слишком выстраивают его симметрично, но это было бы особенно неуместно, это концертный зал Дисней, поэтому такая вот монолитность и уверенность такому зданию особо не нужна. Так, если упрощаясь совсем, как я себе по крайней мере объясняю баланс, если баланс взвешенный, вот в данном случае привел нас с вами двусторонней системетрии, нам все понятно, но нам скучновато. Можем добавить немножко динамики, стало поинтереснее, взгляду есть, где поскакать, по каким кочкам, но если переборщить, то с балансом может случиться такое, так что я стараюсь не переборщивать. Перейдем к крэп, наверное многие знакомы с этим термином, если еще не знакомы, то я на самом деле очень рад вам об этом рассказать, потому что это универсальные принципы построения визуальных форм, не только в спейшел дизайне, а везде в графическом дизайне, в верстке, куда ни коснитесь, это какой-то общий знаменатель для всего. Итак, контраст, ритм, выравнивание и близость. Начнем с контраста. Самый простой пример контраста это контраст по цвету. Когда нам нужно выделить один объект, мы его красим в другой цвет, в менее скучный или самый скучный, но не похожий на остальные цвета и получается, что получается. Вот пример из пространственной из среды. Или вот пример чуть более сложный, но все равно простой, как контраст по материалу или контраст по прозрачности. И тут даже можно сказать контраст по весу. Если предположим, что вся вот эта тяжелая бетонная конструкция стоит на стеклянных ножках, это как-то прикольно и интересно. Но опять же под ней находиться не хочется, мало ли что произойдет, но визуально интересная история. Если полярно изменим бетонное стекло, бетонными сделаем колонны, а стеклянными сделаем верх, это уже довольно-таки стандартная композиция. мы привыкли к верандам, в общем, мы привыкли к таким формам. В архитектуре используется испокон веков правило, что конструкция, тяжелая снизу, постепенно облегчается кверху и становится как минимум визуально невесомой кверху. Уменьшаются окна, уменьшается количество тяжелых деталей. ну, ладно, не будем касаться сейчас архитектуры. Далее ритм. Ритм довольно простая в использовании штука, это повторяющиеся объекты. В данном случае, как видите, такой простой очень ритм, указывающий на направление вперед. Такое хорошо сработает с каким-то порталом в рай после того, как вы умерли, идете по тоннелю и попадаете в светлый коридор. Если этот ритм немножко усилить и с каждой аркой увеличивать интенсивность горения этой арки свет, то вот этот эффект стрелки, указующий вглубь, он еще увеличивается. Можно добавить игривость и динамики, но это уже другая тогда история, мы уже идем в какой-то LSD-трип, даже я не знаю точно. Пример работы с ритмом Алафура Элиассона, по-моему, это сейчас выставлено в Лугре, в Абу-Даби инсталляция, но тут как-то все очень строго, монохроматический свет, который он крайне любит. Вот пример ритмов, в которые добавлены динамика по размеру объектов, то есть уже считываются, по сути одинаковые объекты, но считывается уже какая-то визуальная волна, нам на это интересно смотреть. Сама инсталляция прикольная, потому что звук возникает в ядрах Земли, сейсмологический такой звук, и дальше передается уже от Земли по трубкам и уже на вот эти мини-флейты. Примеры ритма повторяющихся объектов в шоу, здесь треугольники, ну и в статичном состоянии это грид, ну а дальше мы уже ритмически работаем с ними. Ну и опять же про ритм, целый огромный пласт наверное кинетических скульптур, которые вот в данном случае это три примера кинетических фасада, где один и тот же повторяемый объект, но с помощью динамики в ритме он как-то играет, работает, у него меняется общая форма. Таких скульптур очень много на всяких линейных актуаторах в музеях или к примеру ребят из 404.0 когда динамика когда динамика в пространстве отсутствует, присутствует ритм, это повторенные в глубину кубики, но динамика в ритме отдается полностью на откуп контенту и это тоже здорово работает. то есть мы создаем сами для себя инструмент где решаем в какой момент как использовать эту динамику. Выравнивание. Собрал небольшой пример выравнивания. Начнем с объектов, где отсутствует практически полностью выравнивание. Наверное оно есть по оси х, если внимательно присмотреться, то тут есть визуальные столбики, но они плохо считываются. Включим например выравнивание по цвету. Упорядочив их по цвету, наши столбики считываются лучше, появляется какая-то динамика в цвете. Мы уже видим раз, два, три, раз, два, три. Уже работает какой-то динамический механизм. Но если, например, включить выравнивание по всем осям, композиция становится строже, уже менее динамичной. И отключим цвет, то все, у нас композиция стала просто каким-то кладбищем. Это такой очень строгий грид, навевает на серьезные мысли. И вот вам пример использования этого в пространстве. Не помню точно, про что это инсталляция. Возможно, про туристические поездки, которые закончились плохо. То есть тут рассматриваются кейсы различных случаев. Ты подходишь ближе к чемодану, можешь подойти, прочитать, что произошло, углубиться ближе в вопрос. Но в целом, когда ты попадаешь в такую среду, ты автоматически настраиваешься на серьезный лад. Это такая армия обезличенных чемоданов, у каждого из которых в то же время есть какая-то своя история. опять же эта же концепция используется в музее Холокоста в Берлине. Одинаковые бетонные блоки расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Или посмотрим вообще полярный пример, когда выравнивание по всем осям отключено, все прыгает, летит куда хочет. И, конечно, впечатление сразу другое. Единственное, можно сказать, что тут не полный хаос, тут все-таки есть какая-то сдержанность по цветам, а не в каких-то цветовых группах совместимых между собой. Вот если бы они по цветам еще сделали полный рандом, то это уже смотрелось бы очень очень даже странно, ну, то есть слишком, уже бы переборщили, а так вполне ничего. Вот пример выравнивания этой инсталляции для проекта Bentley. Немножко расскажу, в чем тут визуальное выравнивание. Вот эти линии создаются из отдельных из отдельных LED-трубок, которых тут использовано там порядка 500 штук на вот эту стену, но что можно было бы сделать? Можно было бы каждую из LED-трубок шириной 0,6 метров, а не prefabricated, то есть это трубки в сборе. Их можно было просто рандомно разместить и получилось бы довольно такое прикольное поле из трубок, да, у них у всех есть какое-то направление, в одну сторону, но они все между собой разбросаны. Но сгруппировав их по горизонтали, получается, мы добавляем больше скорости. То есть если мы точно знаем, что контент у нас будет динамический, у него будут направления, если мы в физической среде поможем этому направлению, поможем этой нашей идее, то в целом в целом скорость задача была сделать такой эффект от light трейлов при движении автомобилей ночью, такой красный свет пар, то вот эта штука выравнивания по горизонтали в таком случае работает вполне себе даже ничего для поддержки этой общей темы. Последний пункт здесь это proximity близость. Опять же примерчик небольшой. Вот в данном случае цилиндр никак между собой не сгруппированы. Взгляду не за что зацепиться. То есть ты куда-то смотришь, смотришь, ты нигде не можешь остановиться. Давайте попробуем начать группировать объект. Загруппируем по положению и размеру. у нас с вами сразу же появляется три визуальных якорных точки. Раз, два, три. В итоге взгляд останавливается где-то сверху. Хотя не знаю, у кого как. Может быть, если у кого-то в обратном порядке происходит, расскажите мне. Возможно, взгляд начинает у вас с центрального объекта. Ну, правда, мне было бы интересно услышать. С центрального объекта, с самого большого. Окей, класс, спасибо. Буду знать. Слушай, Данил, у меня взгляд пошел снизу, то есть, где маленькие предметы, и захотелось увидеть их рост. Отсюда? Вот отсюда, с серединки. Ну, то есть, хочется пам-бам-бам-бам-бам вот это вот. Подожди, отсюда? Да, да. Ну, мне кажется, у тебя интересный случай, потому что вообще человеческий взгляд старается смотреть на крупные объекты сначала, оценить, наверное, их опасность, я не знаю, если сравнивать нас с какими-то пещерными людьми. Ну, вот прям отсюда. а потом куда пошел? Вверх пошел, вот прям уже снизу. Потом к самому большому объекту, да? Да, да, ну, ты как бы, может быть, исследуешь, да, вот, лесенку, и идешь кверху. Ну, все равно, как бы, destination-то все равно у тебя вверху. Окей, окей, ладно, посмотрим, что ты скажешь дальше. Вот тут мы включили еще группировку по цвету. Ну, теперь, кстати, я смотрю на большие объекты, потому что мне кажется, что здесь мало информации, мне уже ничего не интересно. Уже скучно, да? Ну, то есть, да, мы немножко усилив группировку по положению и размеру мы усилили еще группировкой по цвету. То есть, цветы в данном случае выполняют ту же самую функцию. Он концентрирует взгляд в какой-то точке. Поэтому сейчас тебе уже, наверное, труднее смотреть сюда, потому что вот этот ярко-фиолетовый тебя или здесь, или здесь все-таки зовет в одну из точек. Ну да, он уже прикол взгляд. Вот опять же пример группировки. Ну, наверное, проще такую группировку визуальную объяснить городским строительством. И даже не городским строительством, а то, как мы с вами делаем города в CG. Если взять и заскатерить здание по плейну, вот просто так, без группировки в кварталы, взгляду опять же будет не за что зацепиться. Если мы начинаем делать какую-то урбанистическую организацию, нам не обязательно считывать каждое отдельное здание. Мы можем упростить работу своему мозгу и заставить его считывать только кварталы и дальше вести взгляд в какую-то более-менее важную точку. как можно использовать группировку в каких-то даже драматургических целях. Вот представьте, что у нас, ну, даже представлять не нужно, можно посмотреть. Объекты справа сгруппированы, то есть они стоят как строй солдат, такие все одинаковые, скучные, а объект слева от них отвалился и упал. Но тут уже можно даже какую-то историю к этому подключить, что либо боец пал, либо это белая ворона в обществе тоталитарном. Хотя, казалось бы, очень простой визуальный объект, просто кубик какой-то. Но нарушив правила группировки, можно создавать такие драматические моменты. Или вот представьте себе волков, которые просто разбросаны по этой сцене, бегают хаотично, на них неинтересно смотреть, их трудно посчитать, но Гай Госян, просто потрясающий китайский художник, сделал из них такую кинетическую волну, у которой есть направление, у которой есть скорость, у которой даже есть какой-то финал с врезанием в стекло, тоже получилась довольно сильная визуальная история. Как вообще группировку еще, наверное, можно объяснить? Опять же, если объяснять ее с точки зрения CG, если мы заскатерим частицы по сфере и они будут расположены в хаотическом порядке, мы не сможем прочитать скорости отдельных частиц, не сможем прочитать какого-то общего направления. Если начать группировать частицы по скорости, то мы начинаем видеть какие-то турбулентные потоки и визуально это смотрится куда интереснее, чем если бы это был просто простой клубок из партиклов, которые постепенно наматывают скорость. Вот, надеюсь, в этом есть смысл. Или опять же группировка это рендер опять же для проекта Bentley. Тут были такие световые струны, и они группированы в отдельные ареи, в группы. Можно было каждую струну заскатерить по площади, но это было бы во-первых в продакшене очень дорого, потому что проще работать с массивами и с массивами каких-то мелких объектов, производить их в одном месте, а потом переносить, чем на площадке подвешивать каждый отдельный объект. Ну и плюс помимо какой-то продакшен ценности очевидной, визуально такие группы смотрятся интереснее. Твой взгляд скачет не между отдельной струной и тысячами их, а скачет между отдельными группами и дальше ведет тебя куда-то вглубь этого пространства. Ну и потом на выход. Так, ну вот, у меня, наверное, все про вот эти основы. Надеюсь, было полезно. Да. Полезно. Очень интересная лекция. Наконец-то. Интересная лекция. Ура. Ура. Можешь даже похлопать. Е-е-е. Спасибо, дружок. Знаешь, я еще подумал, когда ты показывал эти пространства очень высокие, я подумал, что в правилах архитектуры, собственно, почему готическая архитектура была такой странной и давила на человека, потому что они использовали пропорции, где божественные были, типа на 3 все множили, типа на 15, на 12, и поэтому все выглядело достаточно странно. Видимо, получился эффект такой, потом они его использовали много раз. То есть это математика, это не то, что духовность, да, какая-то? Это потом, короче, получилась духовность, то есть у всех этих пропорций у них была подоплекность 12 апостолов, типа нужно там просто человека помножить на 12, и вот получается вот такая вытянутая конструкция. Типа в ширину его положить три раза, потому что там, потому что типа там Бог любит Троицу и там Святая Троица. И поэтому типа пропорции вышли такими болезненно вытянутыми, и как бы их решили, что типа они еще и давят на человека, и это классно типа показывает то, что божественное вот такое, а ты человек маленький и никчемный. Здорово. Но опять же, со временем мы уже привыкли к этим пропорциям. Да. И не воспринимаем себя в них муравьями, ну, по крайней мере, если ты находишься в интерьере готического кафедрального собора, а чувствуешь уже вот это просто благоговение какое-то. Да, мощь вытягивания вверх. А в греческом получается архитектуре они использовали везде пропорции человека, и греческие храмы там они, несмотря на то, что они большие, у них пропорция такая другая, и у них там все было как бы как раз подчинено размером человека, и поэтому их архитектура считается более приемлемой для человека и более понятной и легко человек в ней находиться, потому что много раз проверяли ее на локтях и так далее. Кстати, есть версия, что колонны, вот классические римские, греческие колонны, да, там три ордера было, что они олицетворяют собой человека, и психологически человек себя олицетворяет с колонной, то есть у него есть низ ступни, у него есть туловище и капитель голова сверху. А еще капители же, типа, там женские, мужские, женские, мужские, точнее, две женские, одна мужская, собственно, они тоже, типа, были мужчины колонны и женщины колонны. Ну, прикольно, какая из них, какая интересная. Ироническая, самая простая, наверное. Да, ироническая, это мужская, а все остальные, типа, женские. А, я вспомнил, какая разница между женскими, которые более кудрявые, это девушки, а, типа, менее, это женщины. Ну, типа, еще было разделение по возрасту у них. И использовались колонны, собственно, более вытянутые, типа, для женских, а мужские были более пузатыми. А вот нет, про вытянутые, пузатые, я с тобой не соглашусь. В этих ордерах, кажется, были стандарты, стандарты пропорций, и мы к ним так уже привыкли, что вот любые отклонения для нас считаются какой-то вот... Знаешь, как иногда строят в домах себе колонны, позолоченные обои, вот все, и колонны эти стандарты пропорции. Нет? Здесь написано, что дорофинская мужская, кори, финская, ионическая, женская. Ну вот. Тоже не уверены. Там просто к этим пропорциям пришли, на самом деле, изначально строили колонны, они были толще, потому что, короче, колонны изначально были функциональные больше, типа, и на них реально лежал вес, и поэтому делали определенными, и они были толще, а потом они становились больше декоративными, и декоративные колонны стали теми, как мы их привыкли обычно видеть. Ну вот у нас дорическая и ионическая колонна. Ну вот, да. Вот дорическая, да, мужская, такая строгая, минимум деталей, и все. Ионическая, ну вот коринская, ну вот смотри, видишь, еще ударическая, у нее сама колонна, видимо, простая, без украшений, а ионически сделана специально желтками, чтобы они выглядели более тонкими, более вытянутыми. Да, здорово, приятно узнавать новое. Да, запись лекции будет. Так, сейчас в чатике. А это будет лекция про колонны? Про колонны? А это иди учиться на Motion Design в Скорс Кул. Хватит преподавать, иди учиться. Я, кстати, да, я пришел, и думаю, блин, как у вас круто там обновилось. Да, у нас пошел уже спор про колонны, подтянулись архитекторы. Смотрите, я еще хотел бросить одно еще наблюдение, которое у меня в голове пока засело, и вот я про него забыл сказать, когда рассказывал истории. Оно связано с пространством, в том числе, и с историей. Оно в следующем заключается, что в древнейшие времена, когда использовались костры, у которых собиралось население, днем эти костры использовались как места для готовки, то есть для решения каких-то там поседневных дел. А вечером костер был место, где собирались люди для того, чтобы в нем, ну там, не знаю, пожарить там олени, которые они принесли, место защиты, и это было место, где люди собирались отдохнуть, и, собственно, то место, где рассказывали друг другу истории, то есть паттерн менялся. И если в течение дня там историями, мифам уделялось не на 20% времени, то вечером 80% времени уходило на вот эти какие-то взаимодействия социальные, в целом, там танцы, песнопения и прочее, и 20% какие-то там решения повседневных забот зашить что-нибудь, превратить что-то один пример в другой. И люди, мне кажется, по-прежнему наследуют этот вот образ костра, потому что большинство мероприятий наших, они похожи на эту историю. у нас есть темный зал, в котором сцена, это типа вот этот костер, к которому все стягиваются, там вот этот словно шаман, ведущий на сцене, которого мы смотрим, и все стягивается к этому образу костра, который просто в темном помещении нам о чем-то вещает. и это еще штука похожа на историю, ну, ладно, это уже другой вопрос, вот, наблюдение, которое я хотел поделиться, что очень похоже на вот некие исторические предпосылки, которые дотянутся до текущего времени. Ну, то есть днем офиса, ночью мутобор, да, и по сути все то же самое. А еще формат взаимодействия, что когда, например, на сцене горит свет, все как бы смотрят на сцену, и все как бы, ну, там, вынимают там, кто говорит на сцене. Когда свет включается в зале, все начинают разговаривать в зале, потому что, типа, когда нет фокуса, вот там, на одну точку, все как бы начинают социальное взаимодействие. И обычно так происходит. Типа, конец мероприятия, включился свет, все начинают вставать, как бы разговаривать, уходить и так далее. Ну, еще удобно разговаривать с человеком, когда ты его видишь. Точно. Может, поэтому так и происходит. Окей, ребят, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их позадавать, мы можем пообсуждать. Если нет, то мы вас всех отпустим и встретимся через недельку на какой-нибудь новой лекции. Я, получить фидбэк? Мы вчера выкинули небольшое шоу такое, и было бы клево послушать от вас в плане, это был первый опыт, когда я поставился танцоров, гимнастов с контентом, и, блин, это было сложно, и, может быть, вы расскажете, как с танцорами общаться, как им рассказывать. Если есть... Ссылочка у тебя есть? Да. Аккин, печатик. Сейчас. Ну и плюс фидбэк по пространству и... Ну, там ничего особенного, честно сказать, все, что вы показали, намного круче, чем то, что вы сейчас увидите. Где чат? Он там снизу... Да, с 12 минуты. И, собственно, тут в ТЗ звучала очень интересная фраза, ну, типа, запрос. Сейчас я прочитаю его. Попросили настроение видео, динамичное видео, эффектное. Как жаль, что оно закончилось, я бы посмотрел еще. Это прям в ТЗ было написано? Да, да. Это очень круто, кстати. Мне понравился такой запрос. Ах, как жаль. Я тут подумал, что если смотрит твое шоу и человек сожалеет о том, что он закончил, значит, ты научился сделать что-то. Кручак. Так, а с какой минуты смотреть? 12-й. Это вчера мы выкинули его. Я что-то не показывал. давай. А, вот, поехала. Так, что-то у меня как-то странно оно все работает. Аман, у меня там какие-то дядьки разговаривают на красном поле. 12-й минут, посадь 12-й минут. У меня что-то максимум 3-25. Да. А, подожди. Это 3 часа 25 минут. Да, да, начало прямо с 12-й, что-то, что-то такое. Я прям хотел бы послушать фидбэк такой максимально беспристрастный, и чтобы я понял, как можно делать лучше. Можно, кстати, на дискуссию, на следующую позвать режиссера, который бы порассказывал. но они такие бесстрашные ребята, да, танцуют на фоне чумы. Хиросима на Гасаи там вообще. Сейчас я сделаю шею экрана. Ну, а, у меня без звука заширил, по-моему. сейчас я так. А есть что-нибудь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ага. Так. А, ну супер. Есть, да? Получилось? Мне... Что, все на мюте или у меня звук пропал? Все, да, окей. Мне показалось, что нет. Мне нравится взаимодействие танцоров с контентом, когда они вот эти типа делают круги, типа отрабатывают, и у них еще разбрасывается вся эта штука. Сейчас понятно, что нужно зарепетировать много-много раз, чтобы просто попадать в тайминги. Сейчас обычно, даже когда снимаем шоу, мы снимаем не с первого прогона, снимаем с кучи раз репетиций, там я хорошо попала, там мы используем контент прикольный, типа симуляция такая нормальная. Единственное, что экран, ну, если мы сейчас говорим, кстати, про пропорцию, экран получается очень вытянутый в горизонталь. Мне кажется, люди немножко на нем теряются. То есть у него либо можно было бы сократить, ну, либо поднять чуть повыше. То есть слишком широкий экран? Ну да, он слишком вытянутый вышел для восприятия. Возможно, просто это требование зала, там я не знаю, как аудитория находилась, как она сидела. Ну там, кстати, людей не было, и весь ивент перенесли в онлайн. Там должны были быть люди по... Ну, типа там сидят люди, а не смотрят на такой экран огромный. Ну, то есть, если, например, ширина людей соответствует экрану, тогда понятно, почему он такой. То есть сейчас, типа, смотришь на экране, на экране, как бы, именно кейс, кажется, экран немножко более вытянутый, чем он требовал бы это сделать. Так, хорошо, типа, взаимодействие есть, типа, по звуку тоже работает. Мне еще... Мне вот кажется... Ну, вот, по-моему, экран таких пропорций вполне может существовать. И даже интересно работать с такими пропорциями, потому что у тебя есть возможность больше управлять центром внимания. Ты иногда можешь что-то водить, взгляд, человек куда-то совсем в дальний угол. Для этого, возможно, ему даже придется повернуть голову, что уже, знаешь, прикольно довольно-таки. И вот в этой связи, мне кажется, ты немножко не отработал вот эту динамику, которую тут можно было использовать. Ты держишь своих артистов все время в центре. В центре у тебя такая, получается, двухсторонняя симметрия. То, о чем мы говорили, немножко выше. У тебя всегда один танцор в середине, и двое равноудаленные по сторонам. К примеру, их иногда можно было всех троих скатывать в какой-то угол, и туда направлять весь контент и все внимание. Потом волной куда-то переваливать в другое место. И через это переходить в другие сцены, к примеру. Динамики дайте. Да я понял. Больше динамичности, больше, чтобы люди поворачивали голову. Ну, был какой-то экшен. Я понял, да. Кстати, очень математичным получилось. Я сейчас заметил то, что прям четко все стоят на своих местах. Все так строго, да, вышло. Но прикольно все равно. Мы, кстати, танец поставили вчера за вечер. Ну, ребята были подготовлены, видимо. То есть поставили танец под готовый контент уже, да? Не, ну мы контент делали. Тоже вчера вечером? Ну, нет, контент мы делали. Ну, на него две недели ушло, но нас просто карантин и не пускали людей в зал. И то есть перед фактом поставили, нам сказали, что мы вам откроем завтра только зал, и вы завтра сможете прийти отрепетировать. То есть они как-то у себя репетировали, я как-то там через камеру снял. То есть вот этот какой-то момент. Ну, наверное, это не в этой лице. Ну, не в этой, но по классике мы часто работаем. То есть у нас практически никогда нет возможности сделать полноценную репетицию со всеми танцорами и контентом, ну, прям одновременно. И у нас есть разные ходы, как мы это отрабатываем до момента, пока все приедут на место. Обычно у нас есть там день на репетицию, но все равно есть, в общем, как это сделать по удаленке. Это работа с хореографом, с режиссером и супервайзером по контенту. Окей, записан, надо рассказать. Хорошо. Все, ребят, тогда всем спасибо. Мне кажется, мы классно посидели. Увидимся на занятиях, если что. Спасибо большое. Спасибо, ребята. До свидания. Спасибо. Давайте, пока. Пока. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...